Подготовка к осенне-зимнему сезону в Бешкеке идет в соответствии с утвержденным планом. Об этом нашему телеканалу сообщили ВАО «Электрические станции», «Бешкек-теплосеть» и «Бешкек-теплоэнерго». Заменена большая часть устаревшего оборудования, проложены новые тепловые трубы, есть необходимые запасы угля. Подробности у Екатерины Токамбаевой. По словам начальника управления генерации и передачи энергии ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания «Энергосектор Кыргызстана» и «Бешкека», в отдельности к предстоящему осенне-зимнему сезону готов на 100%. На ТЭЦ-столице выполнена большая часть объема запланированных ремонтных работ. Начался закуп угля. На данный момент у нас договор заключен. Поставлено порядка 47 тысяч тонн на ТЭЦ «Бешкек». И сейчас по импортному углю работает тендерная комиссия, где производится оценка и технические характеристики углей и ценовая стоимость. «Бешкек» теплосеть отвечает за обеспечение тепловой энергии и горячей водой более 126 тысяч абонентов для успешного прохождения отопительного сезона. Сотрудники предприятия отремонтировали 756 квадратных метров поврежденной тепловой изоляции, восстановили оборудование 15 насосных станций, починили 2892 метра изношенных теплосетей. На сегодняшний день по итогам 7 месяцев планы выполнены на 100%. То, что мы планировали, то мы выполнили. Идем по графику. Вопросов, проблем пока никаких нет. Все идет согласно графику. Все закуплено. Все материалы есть, никаких проблем нет. Готовимся к отопительному сезону. Для улучшения теплоснабжения столицы строится магистральная тепловая сеть «Восток». Строительство рассчитано на несколько лет. Подобный проект в стране реализуется впервые. Строители прокладывают тепловые трубы, которые в Кыргызстане не использовались ранее. Вот мы сейчас находимся как раз на втором этапе. Второй этап, протяженностью 980 метров, идет монтаж трех труб 920 миллиметров в ППУ, изоляция. На сегодняшний день земляные работы полностью все выполнены. И монтаж железобетона выполнен на 98 процентов где-то. В настоящий момент поступило почти километр труб ППУ, изоляция. Сейчас, вот сегодня пришли соединительные муфты. Теперь можно будет проводить монтаж трубопроводов и готовиться к испытанию. В управлении Бишкек Теплоэнерго находится 66 котельных. Они обеспечивают теплом 25 процентов города. Это школы, детские сады и другие социально значимые объекты, а также жилые дома. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону был проведен капитальный ремонт оборудования. Заменены заборочные баки. В некоторых котельных были установлены новые котлы. Старые пришли в негодность, да и коэффициент полезного действия у них намного ниже, чем у современного оборудования. Стоимость проведенных работ – 24 миллиона сомов. В эту сумму входит замена проржавевших подземных труб, по которым тепло поступает из котельной в дома Бишкек Чан. Запланировано 2,5 километра замены изношенных тепловых сетей. На сегодня они завершены в полном объеме. Единственное, что остались работы по некоторым участкам по восстановлению элементов благоустройства, которые в ближайшие дни также будут завершены. Также нашими сотрудниками предприятия подготавливаются жилые дома. То есть это системы внутридомовых систем теплоснабжения. В подвалах проводятся работы, постоячные работы проводятся совместно с жителями и жильцами. На сегодняшний день работа довольно-таки уже налажена. Порядка 80% уже выполнены объем работы. Представящие медопытные установки также будут готовы. Большинство котельных, которые находятся в управлении Бишкек Теплоэнерго, работают на трех видах топлива. Однако осталось еще 22 функционирующих на угле. На данный момент у них есть запас угля на два месяца. Потребность снижена у нас практически в три раза. Соответственно, это будет минимальная потребность в твердом топливе. Только на тех котельных, где нет на сегодняшний день пока возможности альтернативного использования другого вида топлива. В основном это малые угольные котельные, и в принципе от них не такой большой выброс идет вредных веществ в атмосферу. Соответствующие структуры заверяют, к осенне-зимнему сезону в Бишкеке все готово. Так что жители столицы сидеть без света или мерзнуть не будут. Екатерина Токамбаева, Нурдан Сергеев, Пирамида.